Мобильный оператор UMS для обеспечения населения нашей страны еще более качественной связью и интернетом постоянно расширяет покрытие и увеличивает емкость тетей. В этих целях только за три месяца текущего года компания установила свыше 150 базовых станций во всех регионах республики. Наша съемочная группа побывала на нескольких базовых станциях, чтобы ознакомиться с работой технического блока компании, которые принимают непосредственное участие в развитии и эксплуатации объектов инфраструктуры мобильного оператора. На сегодняшний день мобильный оператор UMS является одной из динамично развивающихся компаний сотовой связи Узбекистана. UMS предоставляет своим абонентам качественные услуги связи и интернет в сетях 4G LTE, 3G и 2G. Как свидетельствует статистика, количество совершаемых звонков в минуту используемого интернет-трафика в сетях UMS постоянно растет, что, соответственно, требует дальнейшего развития инфраструктуры мобильной связи. В связи с этим расширение зоны покрытия и увеличение емкости сети – одни из стратегических направлений деятельности мобильного оператора UMS. Это постоянный процесс, который осуществляется 365 дней в году без перерывов и остановок. Главная цель работы в этом направлении – предоставление как можно большему числу абонентов услуг передачи данных на стабильно высокой скорости, обеспечение качественной связью даже отдаленных населенных пунктов республики. В конце марта этого года, после получения комплекса всех необходимых разрешений, мы запустили 42 новые базовые станции. Пять из этих станций работают в стандарте 4G и дополнили ряд объектов в городе Ташкенте. Остальные 37 базовых станций работают в стандарте 3G и призвано обеспечивать стабильную связь в городах и селах Кашкадаринской на Манганской области, а также в республике Каракалпакстан. Наряду с развитием объектов инфраструктуры, также нами развивается и транспортная сеть, которая обеспечивает объединение всех базовых станций в единую сеть. Несомненно, каждая новая базовая станция – это дополнительное удобство для населения. Именно благодаря базовым станциям, передающим информацию с помощью радиочастотных сигналов, мы можем беспрепятственно общаться с родными и близкими, друзьями и коллегами. Отметим, что ввод базовой станции сотовой связи в эксплуатацию – длительный процесс. Он регулируется жесткими правилами и нормами, в том числе в отношении мощности сигнала приема передающего оборудования. В нашей республике особое внимание уделяется экологической и санитарной безопасности. После выбора места проект размещения направляется на рассмотрение согласования в Центр государственного санитарного эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, в котором указывается, какая конструкция планируется в установке, типы, характеристики оборудования, а также параметры его дальнейшего использования. После получения всех разрешений компания приступает к монтажу. При этом предварительный запуск, так называемый тестовый запуск оборудования, осуществляется в присутствии непосредственно сотрудников Госэпидемнадзора, которые по факту уже измерительными приборами проверяют мощность сигнала оборудования, технические параметры и иные особенности оборудования на предметах соответствия нормативам и требованиям регулирующей среды. После всех проведений испытаний им им выдается соответствующий санитарный паспорт с указанием точек, где непосредственно были проведены изучения и измерения данного оборудования. Стоит подчеркнуть, что наличие санитарного паспорта базовой станции – показатель того, что она установлена в соответствии с нормативными требованиями в области безопасности. Ее работа совершенно безопасна для людей, проживающих и работающих в непосредственной близости от базовой станции. Добавим, что в ближайших планах компании увеличение количества базовых станций 3G в регионах Узбекистана, полная модернизация базовых станций 2G. Компания также планирует запуск полноценной сети 4G LTE в региональных центрах.